здравствуйте мои дорогие друзья очень рада вас видеть у нас на канале поздравляю вас с первым снежком и давайте смотреть новые видео дорогие друзья я вас зовут с собой магазин магнит чтобы поделиться с вами возможностью сэкономить опять вы меня все спрашиваете как сэкономить лучше смотрите вы наверно доведели несколько раз на кассе предлагают наклеечки мы с детьми и с мужем и молодцы мы собрали по 6 наклеек я выбрала напольные весы которые очень давно хотела и выбрала увлажнитель воздуха ну просто из того что было то что мне понравилось вы можете выбрать другие товарищи покажу мой муженек заснимет тут куча товаров посмотрите то есть они обычно стоит допустим 1799 вы набираете 6 наклейки цена будет вот такая и также ко всем остальным товаром ну самые дорогие наверное здесь пылесосы к ним надо 10 наклеек вот техник это роял wilford принципе неплохая техника я вам попробую попользуюсь расскажу вам так что это один метод экономии кантемировок и еще есть один огромнейший плюс магните и относительно вот этой технике royal wilford что можно собирать все в приложении эти магнитики скачивать приложение и все у вас там копится само ничего клеить никуда не надо не никакие буклеты с собой носить не надо вот чисто все в приложении очень удобно за каждые 250 рублей одна наклеечка дорогие друзья мы пришли с магнита домой и конечно вам наверно интересно что я все-таки купила по этим баллам как можно сэкономить в общем сейчас вам все покажу сама еще не открывала очень интересно я так хотела весы знаете обычно приходишь в магазин думаешь надо купить весы надо купить весы и все и прошла мимо дальше значит так весы эти как я прочитала но это я прочитала уже после так купила потому что мне нужны были очень весы они вводите свои данные как это должно работать вот эти свои данные вес рост а не песни войти рост водите на мужчина вы или женщина и он вам говорит по вашему росту видимо и вес он говорит что составляет жир а что составляет вода главное не чтоб сто процентов сейчас я взвешусь и посмотрю как это работает так возраст наш пишем 32 годика рост значит у нас рост у нас 165 сантиметров так и вес у нас будет сейчас скажу вам 66 килограмм 32 и 4 у меня процента жира 49 у меня процентов воды в общем у меня получилось всего лишь 32 процента жира так друзья значит мы достали наш увлажнитель налили сюда водички видите все просто открывается закрывается значит увлажнители есть три режима подачи воздуха есть отложен можно короче таймер поставить 12 часов вот смотрите включаем его вот так и вот они три режима 2 1 совсем слабенький да вот 3 минус поставим пусть вот такой будет хороший набор у нас вот значит акция магните продлится 17 ноября уже началась и по 8 марта то есть вы все успеете собрать наклеечки чтобы купить технику на самом деле очень большая экономия потому что стоит увлажнитель три с половиной тысячи кажется мы его купили за 1800 до 1700 рублей весы вообще за 800 рублей взяли просто вообще сказка также чё еще могу сказать там был большой выбор достаточно техники можно утюг отпариватель было взять еще что-то что там еще пылесос и фен да но мне нужны были весы обязательно и увлажнитель вот буду взвешиваться каждый день всех детей буду взвешивать а то кто-то там говорил что они меня мало весны все теперь они у нас уже жирненькие толстенькие все будем мерить и мы жир и воду все дела вот ну а увлажнитель я хотела поставить свою комнату потому что у нас там так топит сильно и знаете такой воздух суховатый и федька под утро он начинает так сопеть сильно что вот я думаю будет замечательно напор хорошее кстати прям вообще супер попробую попользоваться как я уже рассказывал вам в магните брала точно также по наклейкам собирала купила у них кастрюли когда две или три штуки большие такие у меня кастрюли есть вот сколько уже лет они у меня служат и я так рада потому что купила их за полцены вот реально большие кастрюли они обычно дорогие и когда собрала наклеечки купила и знаете прям такая радость что я сэкономила вот сейчас тоже сэкономила понимаете и рада вот с вами решила этим поделиться чисто вот по-братски как сказать потому что иногда ходим и не видим что под носом у нас происходит никакие акции ну в магните хотя сейчас они поставили прям стоечки royal wilford у них написано и все там представлено на самом деле собирать это все просто мы не знаю чего вам еще сказать все замечательно и легко это сэкономить вот так что друзья давайте вперед магнит за покупками привет друзья сегодня будем готовить вот такие вот ребра это мне подарили в деревне я ездил там в гости и мне подарили вот домашние такие телячьи как говяжьи ребра хочу порубить помельче сделать и вот в казане с овощами потушить а вы давайте вместе с нами соединяйтесь посмотрим что из этого получится ну я надеюсь получится вкусно у нас не вкусно не получается поэтому сейчас потушим с овощами вкусно потомиться все это на часика думаю 3-4 вот так для начала конечно же муж решил наточить наши ножи а то я всегда ругаю что они у меня тупые он говорит вот смотри я тебе их каждый раз точу вот мясо уже в принципе порезано было на кусочки небольшие но мы решили что надо помельче для детишек сделать чтобы совсем было хорошо и получилось потушить их как нужно разделали на самом деле очень хорошее такое мясо с прослочкой жировой будем рубить таким топором поменьше не нашлось это мне подарил друг топор как раз вот сейчас он пригодится будем рубить ребра вот знаете когда я смотрел на это все со стороны камеры мне прям не хватало какого-то размаха знаете чтобы он как следует как размахнулся да как дал поэтому вот но муж мне аккуратненько все порубил легонечко тихонечко топор оказался очень хороший острый ну и следовательно все быстренько порубилась и без всяких напрягов так ну вот порубили мы наши ребрышки вот на такие вот кусочки небольшие получились побольше как вы видели такие вот аккуратненькие красивые кусочки сейчас мы их обжаривать казани тушить потом будем постепенно добавлять овощи погнали разогрев очень хорошо казан на огне муж добавляет туда всегда масло немного можно сказать чтоб мясо не пригорело и начинает забрасывать туда мясо это просто какой-то смертельный номер потому что она стреляет потом в мясо добавляем немного лука добавляем воды чтобы она тушилась уже она обжарилась более-менее и что подошло хорошо внутри чтобы прожарилась добавляем морковочку решили прям целиком и давай так мама стрижет сколько ногтей надо посчитать у каждого ребенка значит две руки почему на десять на десять на десять на десять на десять у меня семь детей а 20 на семь всего получается 140 до 140 ногтей приписываю приписал аккуратно тут ногти складывали тихо не воруй ногти чужие они тихо ныди сюда так ну вот она у нас где-то часика два потомилась мясо уже наверное где-то полтора все-таки будем закладывать картошечку после картошки положили туда капусты немного помидоры ну кто как любит можно побольше прям положить и оставили все под крышкой тушиться надолго-долго снять она получится уже не дождусь когда она приготовится вот теперь наше блюдо уже готово детки заждались на самом деле все очень быстро готовился относительно до мясо просто тает во рту и я не могу не отметить как это все вместе вкусно и как понравилось это детям а вот и довольные дети дорвались до своих тарелок феди мне кажется просто сегодня в ударе он такой болту на просто невозможно всех отвлекает всем что-то рассказывает у кого-то что-то просит ой это такой мальчик будет с пропеллером наверное что будет очень весело с ним в большой семье малыши стараются равняться на старших и и вот федя там побаловался сел сейчас покушал потом он начинает наоборот отпихивать тарелки но вот он видит что вокруг все кушают и обязательно тоже будет кушать добро пожаловать в новый день у нас уже вот утро старшие девочки ушли в школу я решила навести у них немного порядок в комнате потому что в пыхах быстро бежали сегодня мы проспали представляете у нас такое тоже бывает но просто сил не было встать утром ни у меня него мужа не у детей ни у кого и в итоге короче говоря все проспали в школу дети опоздали но вы знаете я из этого трагедию не делаю но опоздали с кем не бывает ну что они могут сделать ну устают они уже к неделе подходит концу учебной конечно пятница у нас вообще самый тяжелый день и детишкам тяжело и мне тяжело уже все устают поэтому ну ничего страшного опоздали опоздали я решила вот у них навести порядок сложить вещички чтобы ничего не валялось все прибрать все убрать чтобы они пришли со школы и вы знаете могли просто отдохнуть или расслабиться они убирать комнату ну в общем решила им такой сделать маленький сюрприз а а а Субтитры сделал DimaTorzok А еще в нашей семье недавно появился новый член семьи Это вот, как видите, колоночка такая умная И с ней больше всех, наверное, подружились дошкольники Они наперебой спрашивают у нее совершенно разные вопросы Ставят на ней музыку, сказки В общем, что хотят делают Мне показалась эта вещица очень занятной Как видите, Феде тоже она показалась занятной Просто единственное, что я подумала Надо было брать такую прям в резиновом корпусе Чтобы с ней ничего не случилось Федя с ней, видите, что хочет, делает Но я надеюсь, что она выживет Все-таки она крепенькая Открывай И возвращаясь к нашим будням, дети в школе Но они уже едут домой И тишиня мне позвонила, говорит Мамочка, пожарь, пожалуйста, картошечку С соленым огурчиком мне положи Ой, знаете, мне прям само захотелось Пожарить картошечку и с соленым огурчиком И с зеленушечкой скушать Мне кажется, что-то так соскучилось Вот сейчас как раз жарю картошечку Отдельно жарю картошечку Вот такую вот, смотрите, румяную Сейчас вот все, мне кажется, будут кушать Детишки у нас И отдельно жарю лучок Вот здесь он у меня жарится Еще хотела поставить греться супчик В нашей суперкастрюлечке Смотрите, какая красота Смотрите, какая красавица Супчик сейчас поставлю греться Потому что детишки захотят А там тепленький А все равно надо погреть В общем, вот А еще у меня появилась очень классная бутылка Я такую давно искала С широким горлом Вы знаете, как в советское время Были бутылки для кефира Не помню, молоко было, в таких нет Вот у меня такая для молока Потому что, знаете, бывают вот пакеты не с крышечками А просто отрежешь уголочек И потом это молоко, вот и не закрыть, ничего И я, в общем, решила купить такую бутылку Она очень красивая такая И такая удобная Потому что горлышко широкое И наливать и выливать очень удобно А тут уже я добавляю лучок в картошечку Перемешиваю все это дело И уже, можно сказать, чуть-чуть еще И можно будет детишкам подавать Подавать они уже пришли Вы знаете, вообще у нас в семье картошка Это такой ходовой продукт Все его любят И в том числе и Федя У нас она даже никогда, мне кажется, не остается Ее всегда всю съедают Поэтому жареная картошка, она для всех В общем, дорогие друзья, смотрите, как получилось красиво Вот такая вот у нас картошечка И вот такие вот огурчики Соленые Такой запах стоит от огурцов Прям на весь дом, мне кажется Ну, вот дети любят вообще огурцы У нас бабушка их сама закрывает И если открываешь банку, то ее нужно съесть И, конечно, они это с удовольствием делают Так что вот, дорогие мои друзья Пойду кормить детишек, которые пришли со школы Ну что, детки, вкусная картошка? Ага Нет? Лука, тебе не понравилось? Понравилось? Огурчик, ты попробовал уже? Нет? Попробуй Огурчики знаешь, кто делал? Бабушка делала Сама в банке их закрывала Вот, попробуйте Какие вкусные огурцы у нас бабушка делает Федь, ты что стоишь? Садись давай, кушай А, Федь? Задумался, парень Дорогие друзья Хочу вставить рубрику Вопрос-ответ Сижу вот в кафе Андерсон Прекрасная, видите, обстановочка Я сижу, монтирую видео Для вас И, конечно же, не могла не воспользоваться Ситуацией И не записать вопрос-ответ Потому что я обещала И очень много вопросов уже у меня накопилось Надо хотя бы по вопросу 3-4 Обязательно вставлять Ну, в общем, поехали Итак, дорогие друзья Хотела бы отвечать вам на вопросы Значит, что касается Моего гемоглобина Ферритина и всего остального Да, у меня очень много спрашивают Потому что спасибо, что переживаете Я об этом говорила И теперь меня вот все спрашивают Что, как там Подымается или нет Да, все прекрасно подымается Есть много препаратов железа Конкретно мне помогает Ферринжект Он в капельницах И прекрасно Ну, переносится И хорошо, в общем, помогает Вот Дальше Ну, вообще есть много препаратов разных И, в принципе, наверное Посоветовавшись со своим врачом Вы можете подобрать то, что именно вам подойдет И будет вам помогать Дальше у меня спрашивали Про Луку, Федю, про малышей В общем, не теряют ли они крестики И как вообще у нас это все происходит У них у всех крестильные крестики Каждые где-то, наверное, месяц или два Я меняю веревочки Потому что, ну, они уже такие становятся Ну, потрепанные И, конечно, нужно поменять Вот Цепочки мы принципиально не одеваем Потому что их гораздо чаще рвут дети И, ну, вообще, как бы Дети, мне кажется, лучше с веревочками ходить Зачем им эти цепочки нужно? Они себя прекрасно чувствуют с веревочками В общем, проблемы я в этом не вижу Я всегда покупаю веревочки Крестики мы покупаем в ювелирном магазине «София» У них огромный выбор крестиков Таких, знаете, прям Мне нравятся увесистые крестики Чтобы у них, как-то сказать, ушко Было прям припаяно целиковое Такое с крестиком вместе Оно широкое И чтобы оно не истончалось Не ломалось В общем, вот такие вот у нас крестики живут долго Дальше про пылесосы Очень большое количество вопросов Про пылесосы Какой все-таки я порекомендую Вы знаете Зависит от того Какие у вас, ну, как бы Запросы к пылесосу данному Если вы хотите мыть полы То мне больше всех нравится бисел Но он дорогущий Поэтому, наверное, можно рассмотреть какие-то другие Например, который Вот у меня был робот-пылесос Он просто, ну, хорошо справляется с задачей Сработает А если вам нужен просто электровеник Да, то Ну, не знаю Вот последний пылесос Dreamvo 12 Pro Он неплохой И хорошо достаточно справляется Но я бы не сказала, что он супермощный какой-то Ну, то есть вот крошки собрать там Еще что-то Он соберет И все будет нормально Лично я еще в поисках Идеального пылесоса Для нашей семьи Потому что мне надо такое Чтобы он и ковер Хорошенько прям чистил И все такое Но, наверное, не существует такого пылесоса Который делает все и сразу А, еще был вопрос Прям несколько девушек мне написали Как можно со мной лично связаться У меня Там во вкладке О канале Есть моя почта личная Если любые вопросы у вас возникли Вы можете всегда написать на почту В течение суток я обычно отвечаю Если прям что-то срочное у вас там Я не знаю, что может быть, правда Но всякое бывает, да Можно написать в Инстаграм Можно написать вот сюда в комментарии С пометкой «Срочно» В общем, я всегда на связи И нет проблемы, чтобы мне написать Или связаться со мной, да В общем, еще один вопрос был Про православную школу, да Как наши дети живут дальше с другими детьми И нет ли у них проблем С общением вообще И все такое Вы знаете, держатся молодцом Прекрасно общаются И в основном у них окружение Это как раз православные дети Потому что Ну, у нас несколько православных школ Вообще в Москве, да И дети между собой знакомы Дружат Они пересекаются где-то в храме Еще где-то Ну, в общем, у моих детей Окружение в основном православное В музыкальной школе Они учатся в обычной Туда приходят разные детки обычные Ну, там тоже проблем не возникает В общем, я не вижу ничего такого Что могло бы вызвать сомнение у моих детей Или еще что-то такое, да То есть, в принципе, окружение у них то, что нужно Вот Ну, а с вами я буду уже прощаться Такой экспромт Вопрос-ответ у меня Буду дальше вам монтировать видео Очень надеюсь, что мы сейчас с вами встретимся Ну, раз вы уже сможете, значит, встретились И все хорошо Вот Все, что я вам советую Это я советую от себя От души От сердца Чтобы Ну, я не знаю Чтобы как-то вам помочь Если у вас какие-то сложности Есть еще что-то Отчаяние, уныние Я не знаю Вы открывайте мое видео Смотрите И мне кажется, вам будет легче Сразу станет как-то полегче Появится какая-то радость От души В общем, дорогие друзья Мы вас очень любим Спасибо, что вы к нам заходите в гости Ну и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok